Месяц назад в Лабытнангах стартовала заявочная кампания по программе переселения жителей Ямала из районов Крайнего Севера. Сегодня сотрудниками отдела жилищной политики принято уже 145 пакетов документов. Горожане рассчитывают получить квартиры в новостройках микрорайона Ямальские 2 города Тюмени. В продолжении темы репортаж Максима Швеца. Первая заявочная кампания по переселению из районов Крайнего Севера проходила с 14 февраля по 1 июля 2012 года. Тогда желающих переехать на постоянное место жительства в Тюмень оказалось намного больше, чем самих квартир. Только в Лабытнангах документы подали более 250 человек. Из них в списке на переселение были включены 170. В этом году программа была возобновлена. И по словам начальника жилищного отдела администрации Тамары Безгубенко, первые дни приема заявок желающих было очень много. На 16 апреля за месяц заявочной кампании по данным фондам, вчера созвонила с фондом, по данным фонда у нас подано 3794 пакета документов, это по округу. И из них 145 пакетов документов поданы от жителей нашего города. Программа была очень популярна первых три дня. Люди занимали очередь у нас из раннего утра, скажем так. В первый день заявочной кампании мы приняли, по-моему, 57 пакетов документов. Программа переселения 2014 года расширилась. В нее включены новые категории граждан, которые могут рассчитывать на квадратные метры в микрорайоне Ямальский-2. Например, это жители округа, вставшие на учет до 31 декабря 1990 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Планируется предоставить 2000 жилых помещений, то есть 2000 квартир. Данные квартиры будут частично укомплектованы мебелью, как и по Ямальскому-1. Но всех граждан предупреждаем, кто попадает под категорию данных программ, что люди в обязательном порядке должны уплатить подоходный налог от стоимости квартиры и также подоходный налог от стоимости предоставляемой мебели. Лидия Саморик на север приехала по распределению молодым специалистам в 1961 году. Более 45 лет Лидия Михайловна проработала учителем начальных классов. Узнав, что люди, отработавшие на Ямале 45 лет и более, тоже могут принимать участие в программе, она собрала необходимые документы и обратилась в жилищное дело. Меня что порадовало в этой компании, то, что открыли новую категорию, вот 45 лет и более. То, может быть, люди ждали, просто не говорили, но ждали, наверное, этого. И я очень благодарна тому человеку, кто эту мысль выдвинул в департаменте жилищной политики Салихарда. Я очень благодарна этому человеку. Я не думаю, что это все, там пришла комиссия, всему департаменту, это кто-то один предложил такой вариант. Получит ли Лидия Саморик квартиру в Тюмени, она еще не знает. Но все же надеется, что судьба улыбнется ей, и это событие станет одним из ярких в ее жизни. Вы знаете, я даже не представляю свое состояние, когда я услышу, что вам выделена квартира. Я даже себя не... свое чувство, какие чувства мной будут обуревать, я не знаю. Поэтому вот ничего не сказать. Чтобы совсем вот прямо завтра собраться и уехать, конечно, нет, я не смогу. Мне надо какое-то время будет. Какое-то время. Заявочная кампания по программе переселения из районов Крайнего Севера продлится до 17 июля этого года. Подробную информацию о правилах и условиях подачи документов можно узнать в отделе жилищной политики администрации города. Она располагается по адресу улицы Гагарина, дом 29. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».